расскажи про самый лучший худший случай когда тебя или кого-то другого обломали на перепихон или ты сам был обломщиком когда я учился на первом курсе колледжа я жил вместе со своим корешем у нас была одна спальня на двоих в которой стояли две кровати как-то раз я решил лечь пораньше но потом меня разбудил сосед и попросил ненадолго свалить из комнаты чтобы он смог провести время со своей девушкой я неохотно встал и в полудреме выдал никто никогда не платит мне жвачкой и вышел минут через пять друг возвращается и говорит что я могу идти обратно спать потому что это так рассмешило его девушку что убило весь настрой мой косяк когда я был на втором курсе мы с лучшим другом жили в соседних комнатах с общей дверью в одну роковую субботу ему удалось уговорить очень красивую первокурсницу остаться у него а я в то время только пережил разрыв и ушел в эпических масштабов запой по словам уилла моего соседа я вернулся в свою комнату около часа ночи в жопу пьяный и начал греметь чем попало он не хотел чтобы девушка испугалась поэтому просто сказал ей не обращать внимание на шум и они продолжили миловаться однако через несколько минут дверь разделявшая наши комнаты рухнула так как я по-видимому сумел сломать засов на котором она держалась но дальше еще круче я вытащил из шкафа все ящики и поставил их прямо перед порогом и закричал теперь у нас ящики вместо дверей добро пожаловать в будущее где все используется эффективно и вырубился прямо на полу стоит ли говорить что после такого гостя уилла решила свалить из-за чего я получил клеймо обломщика она не оценила будущее эффективности я пытался вразумить уилла что девушка не понимающая истинной гениальности шкафа двери не стоит его времени но он почему-то с этим не согласился когда я только перешел старшую школу один раз я поехал в колледж к моей сестре у неё в квартире была тусовка все уже хорошо выпили и неплохо проводили время я понравился одной девушки и тут она ко мне подходит и говорит я сломала свои штаны можешь мне их починить опускаю взгляд ниже смотрю на ее расстегнутые штаны как тут подлетает сестра с криком они не сломаны застегивает ящеринку и утаскивает меня подальше пару лет назад мы с приятелем прекрасно проводили время в баре он скоро закрывался и ко мне подсела женщина постарше которая по-видимому абсолютно не хотела ехать домой одна вот она и решила что я подходящая партия так как я уже подвыпил то немного с ней поболтал а она подумала что так я проявляю заинтересованность и неожиданно спросила не хочу ли я поехать к ней я впал ступор и сказал что я тут не один на что получил ответ о я уверена он не заблудится по дороге домой мой кореш все это время молча слушал но тут он вскочил и самым эксцентричным голосом который когда-либо слышал заявил ты не поняла дорогуша он со мной я ничего не сказал да ты уж извини что не уточнил мы любовники у нее на лице был такой шок какой не часто увидишь и она начала безостановочно извиняться но он пошел еще дальше это мой мужчина и знаешь что каждую субботу он готовит мне блинчики а знаешь чем я люблю их есть с его членом она вылетела из бара так быстро будто ее молнии ударила и кажется что мы никогда так сильно не смеялись обожаю этого парня однажды мой друг весь хэллоуин был обломщиком он сделал себе из пенопласта костюм в виде клина и вклинивался между парочками на вечеринке огромный успех когда я учился на втором курсе колледжа я пил намного чаще и намного больше чем у меня на то было причин ясное дело что у меня иногда из памяти просто вылетали какие-то ночи я не всегда мог вспомнить что делал короче как-то вечером на тусовке я завожу разговор с одной цыпочкой она кажется мне очень дружелюбной и разговорчивой поэтому я думаю что все идет отлично в какой-то момент она роняет свой телефон в унитаз поэтому я быстренько предлагаю ей его разобрать чтобы он нормально прослушился она мне очень благодарна а я на седьмом небе от счастья что все идет как надо и я могу рассчитывать на успех но тут она восклицает слушай спасибо тебе огромное мое имя ты всегда выручаешь и тогда меня осенило что я не знаю имени этой девушки но она откуда-то знает мое и кажется знакома со мной не первый день я решил не затягивать свое неловкое положение и спросил откуда она меня знает и встречались ли мы раньше на что она просто рассмеялась и все объяснила оказалось что за последние пару недель она несколько раз была на вечеринках у меня дома и мы общались несколько раз когда я был пьяным стельку и я будучи в говно даже решил стать для нее лучшим другом поэтому знакомил ее со своими корешами в общем я запорол все свои шансы еще до того как узнал что они у меня есть кому лень читать пьяный до потери памяти я в прошлом обломал себя секс в будущем когда я учился на последнем курсе колледжа мой друг подцепил первокурсницу которую напрягало что он сильно старше ее и она все никак не могла отпустить эту тему тогда я подошел к ней сказал ты вроде говорила что на три года младше его она ответила да поэтому я продолжил так тебе получается 28 новогодняя ночь мы всей компании в баре дали маху и накидались по полной один мой друг зажигал на танцполе с девушкой стандартные танцы сексуальным подтекстом они начинают сосаться и всем уже ясно что домой они отправятся вместе мой друг извинился и отправился в уборную сделав все свои дела он завязывает разговор с другой девушкой около туалета они болтают где-то минуту а затем начинают целоваться он опять извиняется что ему пора ему нужно танцпол где его ждет первая девушка оказалось что они пришли в бар вместе и были лучшими подругами чувак сам обломал себе секс потому что захотел сесть на два стула о чел у меня есть история в тему мы с лучшим другом некоторое время жили в торонто и частенько ходили в бар грейсом элис чтобы подцепить девушек как-то раз я заобщался с одной девушкой время близилось к закрытию и все шло как надо пока не нарисовался мой друг он подошел и сказал что пригласил трех девушек нам на продолжение веселья я с грустью ухожу от этой девушки чтобы присоединиться к той компании я подхожу к другу который стоит с девушкой и одной ее подругой мы быстро находим общий язык и начинаем целоваться и вот уже время уезжать но сначала нужно найти третью подругу тут становится понятно что это та самая девушка которую я проморозил мой друг и его пассия садятся в одно такси а я и две остальные в другое новенькая относятся ко мне очень собственнически из чего я делаю вывод что скорее всего у меня будет секс но с другой стороны мне становится немного неловко перед второй помню как мы схватились за один кусок пиццы и она сказала поцелуй меня прямо на глазах у своей подруги на что я ей ответил я не твой грёбаный щенок приехали домой играет музыка я с новенькой ухожу по обжиматься в мою комнату мы целуемся в моей постели но через некоторое время она говорит что устала и идет спать у меня секс в пролете а у моего друга все по плану а та первая девушка с которой я разговаривал спит на диване день или два спустя она случайно присылает мне сообщение я успел стрельнуть у нее номерок до того как свалил и я пишу и могу ли я пригласить ее со мной на суше но ответа я так и не получил для тех кому лень читать познакомился в баре с девушкой проморозил ее ради компании других девушек оказалось что она из этой же компании секса не было ко мне на вечеринку в честь хэллоуина пришли два чувака капитан-обломщик и его верный друг и бинарок капитан был одет в черный облегающий костюм из которого было видно только лицо а в руках у него был щит с рисунком члена поверх которого запрещающий знак и бинарок оделся как врач он держал планшет для бумаг а на голове у него был огромный красный стропон на дилда был надет презерватив каждый раз когда на вечеринке хоть у одной парочке появлялся отдаленный намек на секс демонстративно появлялся капитан-обломщик а и бинарок зачитывал со своего планшета статистику и симптомы зппп в тот вечер секса ни у кого не было однажды когда работала в баре я сделала так чтобы чел сам выпил ргипнол запрещенное снотворное я работала в баре в тот вечер нас была полная посадка я заметила что в другом конце бара один парень пытается подкатить девчонки которая явно от этого не в восторге ничего странного многие не умеют поддерживать разговор женщинами я часто за таким наблюдала короче этот парень меня подзывает чтобы заказать два пива одно для него другое для леди когда я повернулась то краем глаза заметила что он чем-то копошится и подумала что он хочет чем-нибудь закинуться опять-таки это далеко не редкость я решила понаблюдать и он бросил таблетку в бокал девушки когда он отвернулся чтобы сказать ей что напитки готовы я поменяла бокалы местами позже той же ночью вышибала рассказал мне что одного чела пришлось увести через черный ход на скорой так как он вырубился в туалете из-за чего образовалась очередь после нескольких вопросов выяснилось что тот парень сам того не подозревая накачал себя наркотой второй курс университета я вроде как мутил с одной девчонкой но официально мы не встречались мы были в клубе с нашей компанией и тут один чел начал явно к ней клеится я попросил своего друга вмешаться и его обломать мой кореш в далеко нетрезвом состоянии встает между ними хватает чела за лицо и начинает целовать он точно натурал поэтому все были в шоке думаю не стоит говорить что тот чувак свалил так как испугался что мой кореш и дальше продолжил в таком духе короче когда мы учились в колледже я жил вместе с лучшим другом однажды вечером мы решили закатить вечеринку в честь моего переезда мы пригласили друзей друзья пригласили своих друзей поэтому народу было прилично и вот маленькая миленькая первокурсница не отводит от меня взгляд я слышу как она говорит подруге сестре моего кореша а он такой симпатяга думаю я с ним сегодня пересплю а моему другу тогда стукнуло в голову потому что раз он обожает орион то и все остальные тоже поэтому хватает поднос и подходит ко всем силой заставляя угощаться печеньками в какой-то момент он подходит к мелкому который в коридоре залипает в телефоне предлагает ему печенье но тот отказывает мой приятель в ярости как такое возможно чтобы он не хотел орион этого просто не может быть он ставит ультиматум или ты берешь орио или я тебя ударю пацан стоит на своем поэтому мой друг ростом под 190 и весом 120 килограмм бывший дефенсив энд футболе заряжает мальчику по лицу я слоняюсь неподалеку и приятель а почему этот мелкий лежит на полу я его ударил а зачем ты его ударил он не хотел орион вечеринке конец все кричат этот 17-летний пацан приехал в гости к своей двоюродной сестре той милашки первокурсницы приезжают копы составляют протокол арестовывают соседа обламывают всем секс а мой кореш недавно получил свой первый жетон в анонимных алкоголиках изменено многие тут обсуждают орион да они просто отпад некоторые все внимание заостряют на моем друге ага он поступил плохо я никогда и не утверждал обратного но никто не замечает насколько грандиозный это был облом получается технически меня обломали орио большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напиши как тебе обломали секс или ты сам его обламывал и не забудь посмотреть наши другие выпуски пока а